Всем привет! Меня зовут Кирилл и сегодня у нас лекция будет посвященная ремнабору. То есть, что нужно взять с собой в поход для того, чтобы отремонтировать свое снаряжение и дойти до конца похода. Итак, давайте сразу начнем. Будем определять вообще, какие уровни бывают повреждений и что нам необходимо, с чем нам предстоит, скорее всего, бороться во время нашего похода. Походы, понятное дело, бывают совершенно разные сложности. Это может быть как ПВД, то есть, в котором вы выходите буквально на одну ночевку и в целом, даже если вы растеряете половину своего снаряжения, другую половину вы сломаете, скорее всего, у вас будет возможность вернуться в цивилизацию и как-то выжить. Есть более серьезные варианты походов, когда вы уходите далеко от каких-либо, не знаю, поселков, каких-то возможных вариантов, скажем так, выйти к людям, где вам могут помочь. И там вам придется рассчитывать только на себя, на свое снаряжение, на группу, в которой вы идете и на те запасы, которые у вас есть с собой. Итак, ну, дальше тут все зависит от вашего уровня паранойи. Бывает, люди берут все, дублируют прямо вот практически полностью, особенно соло-туристы бывают, которые берут с собой там буквально снаряжение у них на 25 килограмм и с собой еще 20 килограмм дублирующего снаряжения. Вот. Тяжело, не очень может быть практично, но тем не менее это надежный вариант. Если сломались одни лыжи, вы взяли другие лыжи. Если сломались палки, вы взяли другие палки и не надо ничего чинить. Но тяжело. Итак, в зависимости от того, насколько вы боитесь потерять свое снаряжение, настолько вы его дублируете. Что у вас может сломаться из таких жизненно важных вещей? Это ваше укрытие, в котором вы прячетесь от непогоды. Ну, то есть, это может быть палатка, или, может быть, вы идете в какую-то местность, где будет достаточно тента, но надо его как-то будет аккуратно растягивать и, соответственно, на что-то. То есть, тент тоже может порваться. Опять-таки, вы будете спать в спальном мешке, у вас будет коврик, и без них в определенных ситуациях тоже может быть очень критично, и поэтому за ними тоже нужен какой-то, как минимум, уход. И если они выйдут из строя, их надо будет отремонтировать, потому что ночевать, ну, скажем так, в надувном ковре, который не надувается, ну, невозможно, и можно себе что-то отморозить. Поэтому нужно с этим будет как-то бороться. Второй момент – это приготовление еды. То есть, у вас может быть с собой очень много еды, но если у вас отказала горелка, то есть вероятность, что вы останетесь без еды, потому что ее нужно готовить чаще всего. Обычно берут одну групповую горелку, если идут группы, либо одну основную горелку, и вторую, маленькую, запасную. Если вы идете, например, с газом, это прямо вот стабильная история, всегда есть запасная горелка. Если вы идете в какой-то регион, где вы не можете взять по каким-то причинам газ, либо это зимний туризм, и вы идете зимой в отрицательных температурах и решили пользоваться бензином, то как минимум стоит задуматься о другом формате приготовления пищи, кроме одной горелки, если у вас нет ничего более. Как правило, то есть, ну, по крайней мере, мы когда ходили в Пятером, мы просто взяли две горелки, готовили на обеих и понимали, что если хотя бы откажет одна, то хотя бы на другую можно будет приготовить. И, безусловно, еще ремнобор к этим горелкам. Рюкзак. Если у вас отказывает рюкзак, то тут, понятное дело, есть в разной степени отказа, но если, грубо говоря, ваши лямки не позволяют нести рюкзак, то волком вы его не потащите за собой, и ничего вы с ним особо не сделаете, вам придется как-то решать эту проблему. Поэтому тоже очень важная вещь. Ботинки. Чаще всего во многих походах рекомендуют брать, опять-таки, основную обувь и вторую какую-то запасную, обычно ее называют бивачной. Бывают случаи, когда люди по каким-то причинам расстаются с основным ходовым обувным снарядом и переходят на бивачную обувь, заканчивая поход. Такое тоже бывает, и не единожды бывало. Бывало, люди просто выходили на маршрут, обнаруживая, что забыли там где-нибудь свои зимние трекинговые ботинки. Но это уже, конечно, реже. Так вот, ботинки также могут выйти из строя по тем или иным причинам. Есть варианты их ремонтировать, есть варианты заканчивать, опять-таки, в какой-то другой обуви ваш поход. И средства передвижения здесь подразумеваются то, что если, например, вы идете не в пеший поход, а это если сплав, либо это лыжный поход, либо это велопоход, то в какой-то конкретной данной сложной ситуации отказ вашего средства для передвижения может быть очень сильно критичным. Если вы там застряли на лыжах где-то посередине Кольского полуострова и где нет связи, то понятное дело, что оттуда выбраться по снегу будет по-другому невозможно. Так же бывает, и если у вас отказало ваше плавсредство, пока вы его не почините, продолжить вы сплав не сможете, а идти пешком со всем снаряжением практически тоже может быть невозможно. Но опять-таки, связь в нашей стране не повсеместно работает, далеко не повсеместно. И тут вам приходится рассчитывать либо на какие-то спутниковые телефоны, либо средства связи типа Iridium Spot и так далее. И то это скорее помогает в аварийных ситуациях, а может быть история будет просто такая, что вы не можете на данный момент продолжать движение, но в принципе аварийная ситуация не случилась, то есть вам надо как-то просто решать проблему. В данных случаях обычно можно многое сделать при помощи ремнабора, умелых рук и немножечко смекалки. Другие варианты бывают, то есть рискованные какие-то поломки, которые, скажем так, не ограничивают вас в том, чтобы продолжить поход, но тем не менее, если ситуация сугубится, это может сильно повлиять. Например, если у вашего рюкзака не оторвались лямки, а, скажем так, перестала работать молния, он раскрывается. В целом, может быть, у вас рюкзак не настолько сильно набит, что из него будут вываливаться вещи, но это будет проблемно. Повреждение какой-то одежды, например, порвалась мембрана, сильный ветер, ну, задувает, неприятно, жить можно, ну, как бы добавляет дискомфорт очень серьезно. Какие-то сложности с электроникой, с фонарями и так далее. То есть понятное дело, что можно даже и без света пройти весь поход, то есть я имею в виду в темное время суток, когда у вас есть фонарь, но, опять-таки, с фонарями гораздо проще. И какое-то там вспомогательное снаряжение, такие вещи, как там трекинговые палки, гермы и что-нибудь в таком формате, то есть то, от чего напрямую не зависит, сколько вы можете пройти за день, но в целом они влияют на ваш комфорт, тоже как бы находятся в области рискованных поломок, которые все-таки проще там починить. Тот же банальный темляк, на который вы опираетесь, когда идете на трекинговую палку, ну, приятно, когда он работает, а не отвалился, и у вас рука мокрая проскальзывает по палке. И вещи, которые влияют на комфорт, это уже, наверное, даже ближе к темляку, это какие-то частичные отказы у вас там, ну, не до конца закрывается куртка, например, либо там разломалась вилка, ну, как бы можно поесть ложкой, безусловно, но вдруг вы эстеты привыкли есть вилкой в походе. Хотя это, конечно, тоже странно, обычно все кушают ложкой, ну, по крайней мере, из моих знакомых. Так, здесь я приблизительно бросал список снаряжения, который, ну, это, наверное, один из наиболее полных форматов списка снаряжения, который можно с собой взять, и понятное дело, что в зависимости от того, какой у вас поход, по длительности, по формату, по каким-то нюансам, то этот набор может сильно меняться. Плюс ко всему какие-то, скажем так, параметры типа Fastex, там, 50 миллиметров или 25 миллиметров, они больше зависят от того, какой у вас рюкзак, или какие у вас там чаще всего встречаются в группе рюкзаки, и пряжки подобного типа, то есть они могут быть разных совершенно размеров, я просто написал наиболее, скажем так, популярные варианты. Итак, там, если идти по порядку, то швейный набор, мы дальше будем уже разбирать более детально, что туда входит, там, вещи, которые нужны для того, чтобы аварийно как-то все зашить в походе. Часто встречается такая ситуация, швейный какой-то даже там маломайский набор желательно иметь. Какие-то пластиковые элементы, чаще всего они критично не влияют на снаряжение, там, редко когда бывает так, что из-за Fastex у вас там, вы не можете продолжать поход, но если это Fastex вашего поясного ремня на рюкзаке, можно подчинить каким-то другим способом, с Fastex просто это гораздо комфортнее. Если у вас пряжки рюкзака регулируются на пряжках пластиковых, опять-таки, если они вышли из строя, проще их заменить, чем как-то их там привязывать, подматывать эти места, это просто банально будет добавлять, ну, скажем так, возвращать обратный рюкзак к тому комфорту, с которым вы шли изначально. Всевозможные расходники, это подразумеваются резинки, репшнуры, ну, то есть это расходная веревочка, которая отрезается в нужном количестве, разной толщины, стропы, проволоки, всевозможные хомута, которыми можно что-то затягивать, то есть это все вещи для скрепления каких-либо деталей или чего-либо, которые обычно идут просто на отрез и используются, ну, вот, как бы, вы просто берете с собой и знаете, что у вас есть этот запас. Там резинка чаще всего используется для дуг внутри палаток, то есть проходит. Бывает так, что вы посмотрели дома, палатку собрали, все в порядке, вышли в поход, была там, например, отрицательная температура, резинки все раскисли, и палатка не собирается. Вот, ну, поэтому, конечно, с собой нужно иметь запасные резинки, это может быть даже достаточно критичным. Крепеж уже более специфичный, например, там, скистрепы, стальные хомуты, мы дальше их рассмотрим. Всевозможные варианты саморезов, если вы идете, например, на лыжах, или если у вас есть какое-то сочленение каких-то деталей. Иногда там альпинистские ботинки с кошками чинят при помощи тех же самых саморезов, либо, ну, там, частично с обувью какие-то вещи делаются при помощи саморезов и каких-либо болтов. Ну, это скорее более специфичный крепеж в зависимости от того, какой у вас формат похода. То есть если это какой-то летний поход по ликийской терапии, я сомневаюсь, что вам там понадобятся саморезы. Но как вариант. Клеевой набор. То есть, опять-таки, что у вас там может выйти из строя? Палатка, одежда, ковры, какие-либо, ну, опять-таки, плавсредства, например. Там у них своих очень полно, много разных вариантов по тому, как заделать отверстия. Просто чаще всего используют там изоленту, армированный скотч, чтобы подклеить или даже просто банально придержать какую-то деталь в нужном месте. Из инструментов чаще всего нужна отвертка. Она чаще всего идет отдельно от мультитула, потому что мультитул, это, конечно, удобно и занимает мало места, но иногда приходится с двух рук работать и чаще всего даже удобно, чтобы в группе было хотя бы два мультитула. Такие вещи, как ножовка по металлу, шкурка, опять-таки, в зависимости от типа похода. Чаще всего это, конечно, требуется в лыжных походах, либо там, где есть какие-то, ну, очень длительные походы, и вам там придется, может быть, чинить трекинговые палки, либо какие-то сложные детали, либо у вас выход идет с кошками, там потребуется напильник, ну и так далее. Напильник, как правило, есть в мультитуле. Опять-таки, в зависимости от формата мультитула. Ремкомплект для горелки. Это касается того, то, что с какой горелкой вы ходите. Если бензиновая, то это просто, вот, не обсуждается, ремкомплект должен быть. Если его нет, то, считайте, вы можете остаться без еды, потому что бензиновые горелки довольно-таки, ну, довольно могут быть прихотливыми, они засоряются часто, они требуют какого-то ухода сервиса. Если это газовая горелка, то они, как правило, работают до какого-то полного отказа, и там уже заменяются детали. Редко когда можно оперативно ее починить, если там только, допустим, ну, например, шланг, который, через который подается газ, надломился, ну, можно как-то его аварийно, там, грубо говоря, заделать. На какое-то время это вполне может хватить до конца похода. Специальные наборы – это то, что уже там еще более свойственно вашему походу, ну, там какие-нибудь вещи, там, типа бегунки для молний ваших курток или вашей палатки или спальника можно взять, например, либо там какие-то детали для кошек, для лыж, там, для трекинговых палок взять, какие-то снежные кольца. То есть это все, что касается списка того, что можно с собой взять, и тут вы уже дальше определяете, сколько, в каком количестве вам это потребуется. Чаще всего в полноценном групповом походе есть должность ремастера, который, соответственно, должен подумать, у кого какое снаряжение, сколько снаряжения может, ну, скажем так, какой процент снаряжения может выйти из строя, потому что, конечно, если брать полностью дублированное, скажем так, количество всего на всех, то ремастеру будет довольно тяжеловато это все нести. И второй момент, то, что обычно это несет ремастер по той причине, что он умеет этим пользоваться. Подразумевается, по крайней мере, в группе, что ремастер – это тот человек, который как раз понимает, как починить ту или иную вещь, потому что хотя бы изучал этот вопрос, либо уже имел какой-то опыт. Итак, какие-то есть основные принципы, по которым можно, ну, скажем так, руководствоваться при починке. Если у вас какая-то ситуация, в которой у вас сломалась какая-то вещь, проще починить один раз до конца похода, если эти условия позволяют. Если у вас, наоборот, сейчас аварийные условия, и, ну, скажем так, у вас, грубо говоря, начинает ломаться палатка, то лучше, конечно, сделать это быстро максимально, чтобы не доводить до критической ситуации в дальнейшем. Вот, так что либо вы чините один раз и надежно, либо очень быстро и сейчас. Все, что можно починить до похода, конечно же, требуется починить в походе. Вот эти мысли из разряда то, что, ой, ну, у меня там будет прям набор, это возьму и вот это все починю в походе быстренько. Как правило, нет времени, условия не позволяют, там погода может сильно меняться, влажность, устали, опять-таки есть увеличенная физическая нагрузка, и будет просто не до этого. Конечно же, желательно все чинить заранее, и также, когда вы отправляетесь в поход, свое личное срежение имеет смысл проверить дома просто на предмет того, что оно работает. Там, надуть надувной ковер, посмотреть, как у вас открывается, спальник не открывается, там, потискать свой рюкзак. Все эти вещи требуется сделать заранее дома, чтобы потом вдруг не обнаружить, что у вас по какой-то причине рюкзак там, может быть, лежал не очень правильным образом, и молния на нем перестала работать. Либо на спальнике, например. То есть это все делается заранее, и если вы это не сделаете по какой-то причине, у вас могут ждать сюрпризы. Когда вы подбираете снаряжение, опять-таки есть один из параметров, понимание, какое снаряжение может быть более надежным, какое менее надежным. То есть чем меньше, скажем так, сложных либо каких-то подвижных деталей, тем, как правило, это более надежный предмет. Но, конечно, все зависит еще от материалов, от самого типа предмета. Ну, если говорить, например, про трекинговые палки, то одна секционная палка, которая не складывается, она будет надежнее, чем трехсекционная палка, у которой там три защелки, три детали, которые дополнительно могут сломаться. С одной стороны. Ну, с другой стороны, понятное дело, брать с собой ростовые палки, там, если это вообще лыжный поход, метр... Ладно, кстати, в лыжный поход проще их взять, потому что их можно с лыжами положить. А если там брать в трекинг какой-нибудь, то брать палки, понимаете, метр, там, тридцать с собой, которые не складываются, просто банально неудобно. И есть, например, всевозможные варианты производителей, скажем так, условно неизвестных, которые совершенно не отвечают за качество того, что они сделали, и вы, скорее всего, там, после похода не сможете никому ничего доказать. И есть брендовые варианты, которые, как правило, гарантируют какую-то определенную надежность. То есть, безусловно, и у них встречается процент брака, с которым приходится порой бороться. Тут не застрахован никто. Но, как правило, этот процент небольшой. И, как правило, даже если произошла какая-то там неприятная ситуация, часто многие бренды идут навстречу покупателю и либо заменяют детали, либо помогают с ремонтом, либо, ну, как-то идут на помощь, в данном случае, покупателю. Один ответственный зремкомплект, он же наиболее компетентный. Это как раз я говорил про ремастера. Но также имеет смысл разделять набор ремкомплекта, чтобы он был не только у одного человека на группу, ну, если там группа больше трех-четырех человек, а чтобы был ремкомплект, может быть, у нескольких человек, чтобы можно было... Один, может быть, основной ремастер, второй ему помогает в той или иной ситуации, чтобы не было такого, что в итоге все на одного человека валится, и постоянно, ну, скажем так, один человек занят, все остальные занимаются ерундой, и никто ничем не может помочь. Когда есть, скажем так, два ремнабора, или они хотя бы разделены на два, или частично дублируются, значит, будет два человека, которые будут этим заниматься. Иногда это очень сильно ускоряет даже движение группы, потому что, например, группа растянулась, у кого-то спереди был ремнабор, он там какую-то мелкую поломку пассатижами быстро починил, там поджал молнию, например, на куртке, которая не застегивается. Если ждать, пока вся группа соберется, и к раннему реммастеру пока он дойдет и все это починит, это можно просто терять время. Так, ну, то, что действительно может сильно повлиять на окончание похода, если это зимние походы, если это альпинистский формат походов, какие-то вещи хотя бы в каком-то количестве, там, группа из пяти человек идет на лыжах, имеет смысл, если есть такая возможность, продублировать, взять еще запасные лыжи. А если нет, взять возможность запасные лыжи, то как минимум взять запасные крепления. Крепление – это наиболее, скажем так, тонкий момент, который может сломаться в данном случае. Ну, и когда вы что-то ремонтируете, старайтесь все-таки это ремонтировать так, чтобы это можно было привести в нормальный вид по возможности дома. То есть, если у вас, не знаю, грубо говоря, надорвалась мембрана, не нужно ее там повсюду прошивать нитками, чтобы в итоге там все это, например, раздралось в лохмоте, и эту часть, и вы не могли ее потом там нормально заделать дома, чтобы это не выглядело как-то очень странно или не работало. Вот, или там, если палатка у вас, опять-таки, надорвалась в каком-то месте или что-то у нее отказало, не нужно ее там пытаться всю залить клеем, вот, после которого в итоге она и развалится еще дальше. То есть, старайтесь все-таки делать это как-то более-менее логично, чтобы не приходилось потом уже выбрасывать снаряжение после вашего ремонта. По поводу, кстати, того, как носить с собой ремнобор, то есть, понятное дело, что должен быть какой-то чехол. Удобно, если, так же, как и аптечка, ремнобор полностью открывается, и вы сразу видите все, что у вас в нем находится. Желательно, чтобы это было разложено каким-то образом. Понятное дело, что вариантов может быть много, как это сложить и как это организовать, тут кому что по душе. Но основной смысл в том, что если вы знаете, сразу видно издалека, сумку в вашем рюкзаке, в котором находится ремнобор, и в нем есть относительно какой-то порядок, а не просто это все накидано сплошь сверху, то с ним работать гораздо комфортнее, удобнее и быстрее. Потому что чаще всего бывает так, что как раз отказ от снаряжения происходит в не самых благоприятных условиях. Поэтому, так же, как и с аптечкой, рекомендуется часто, чтобы вы когда достали, могли сразу увидеть, что вам необходимо. Итак, швейный набор. В данном случае что может быть в швейном наборе? Это может быть набор иголок, пару катушек капроновых нитей, ну или не обязательно капроновых, но капроновые, они достаточно прочные, они, правда, порой толстые. В данном случае у меня сейчас в качестве для ПВД такого формата немножечко ниток с иголкой уже заправлено и здесь намотано. В таком формате удобно что-нибудь быстренько подшить, что разошлось, и, собственно, не особо, скажем так, даже если цвет ниток не совпадает, дома вы сможете перешить нормально, уже красиво. В данном случае вас интересует, чтобы это дожило до конца похода, и чтобы у вас не было с этим проблем на протяжении всего пути. Также, может быть, имеет смысл брать более тонкие нитки для каких-то, ну, скажем так, более тонких повреждений, которые требуется удалить на данный момент. Булавки могут в некотором случае помочь. Напёрсток, чтобы шить, опять-таки, без него бывает сложновато. Можно заменить это пассатижами, использовать пассатижами, ну, с напёрстком как-то немножко поудобнее порой. Также есть вариант, вообще, некоторые берут ручную швейную машинку такого типа, и, с одной стороны, это достаточно удобно, но, с другой стороны, ваш швейный комплект увеличивается, и это нужно понимать, в какой формат похода вы ходите. Это, наверное, больше формат, если вы ходите соло достаточно долго, и понимаете, что у вас там не будет особо времени сидеть и аккуратно зашивать, то вот такой вариант, как аварийный комплект для швейного набора, очень крутая вещь. Ну, не зашивается, как правило, всё то, что касается одежды, там это могут быть также и рюкзаки, и спальники, и в том числе и ботинки. Понятное дело, что если у вас отказала молния, уж лучше зашить молнию на спальнике и залезть в него хоть как-то, или там у вас отказала молния на куртке, и вы можете зашить эту молнию и залезть в него хоть как-то, чем, в принципе, не зашивать и не использовать это изделие. Другой вариант поменяет, например, бегунок, если это с молнией какая-то произошла проблема, либо даже были варианты, нам предлагали, молодой человек, говорит, просто брал с собой отдельно молнию и спаривал молнию и пришивал другую молнию. Тоже, в принципе, рабочий вариант, но тут вопрос целесообразности. Он здесь, конечно, всегда стоит. Фастексы. О фастексах мы говорили то, что нужно их подбирать по типу рюкзака. Тут я взял для примера пару вариантов. В данном случае это 38 мм, то есть они поменьше. Чем они отличаются? То есть, если вы обратите внимание, то этот фастекс, у него штиф выкручивается, вынимается полностью, и вы его можете вставить. То есть, если у вас готовая петля, которую не нужно заправлять, то вам нужно будет вот такой фастекс взять. Тут нужно посмотреть, какие фастексы стоят на вашем рюкзаке и определить, что удобнее. Чаще всего такой формат, скажем так, достаточно популярный. Другой вариант, если у вас управляется стропа обратным ходом, вы ее затягиваете, тогда вам потребуется фастекс обратным ходом. Они бывают с двух сторон, с одной стороны и так далее. То есть, тут нужно просто посмотреть на снаряжение, которое вы используете, и подумать о тех фастексах, которые вам будут удобнее. Если мы говорим о просто пряжках обратного хода, то, конечно, чаще всего с одной стороны они сшиваются, поэтому вот здесь имеется такой штифт, который выкручивается сбоку, как раз крестовой отверткой. Вы его вынимаете, меняете эту пряжку и заправляете стропу того же рюкзака на плечевую лямку. Это очень удобно, и как минимум, хотя бы на длительный поход больше недели имеет смысл один или два таких взять. Они весят немного, зато очень неслабо могут помочь, когда ваш рюкзак по какой-то причине может отказать. Также вы должны понимать, что отказ снаряжения, то есть, вы пришли в магазин, взяли все самое новое, вот только что померили, все вам подходит, все вам нравится, это все новые изделия, и они не могут сломаться. Такого, к сожалению, нет. Бывает так, что вы просто неудачно поставили рюкзак, мимо проходил товарищ, наступил на вашу пряжку, и вот она сломалась, от этого никто не застрахован. Либо вы покачнулись, упали как-то неудачно, приземлились на какое-то изделие, которое сломалось. С трекинговыми палками это сплошь и рядом бывает. Поэтому, несмотря даже на то, что вы уверены в том надежности своего снаряжения, ремкомплект все-таки имеет смысл брать даже на те вещи, о которых вы думали, что они вас не подведут. Всевозможные варианты расходников. Ну, как я уже говорил, это могут быть резинки, репшнуры. То есть, всевозможные изделия, которые, скажем так, идут наотрез, либо вы их использовали и потом отбросили. Резинки чаще всего используются внутри дуг. Это такой один из самых важных, наверное, форматов. Репшнуром можно примотать все, что угодно, и он поможет, если не хватает, натянуть веревки для тента и развесить, даже посушить что-нибудь. Ну, в общем, всевозможные форматы по длине и по толщине репшнуров, они, как правило, бывают не лишние. Особенно, если реммастер обладает знанием хотя бы 5-6 разных полезных узлов. А если и больше, так вообще можно починить практически все, что угодно. Лично я как-то раз даже починил процессор у компьютера. Я примотал его к кулеру. Короче, там так получилось так, что я на репшнур посадил кулер к процессору. И он еще работал три года после этого. Ну, просто потому, что под рукой больше ничего не было. Также могут пригодиться всевозможные пластиковые хомуты. Они достаточно быстро используются. И, ну, скажем так, если они нормального качества, они неплохо работают. Быстренько посадили, затянули. Это просто банально удобно. Еще бывают подобного плана стропы. Ну, и вообще различные стропы тоже бывают. Приходят в негодность. Имеет смысл брать с собой часть стропы, чтобы можно было заменить, например, у рюкзака какую-нибудь стропу. Ну, там, смотрите, опять-таки, по толщине. Некоторые силовые стропы будут сложно заправить в пряжке. Поэтому прям вот сильно толстую стропу брать лучше не стоит. Это то, что касается всевозможных ухищрений по поводу рюкзака, обвеса рюкзаков, всевозможных вариантов прикрепления чего-либо к рюкзаку. Проволока может помочь, например, в каких-то жестких соединениях по типу кошки починить, альпинистские, либо с лыжами крепления прикрутить. Многие вещи, кстати, рекомендую хранить в зип-пакетиках, потому что, ну, там, те же самые клеи, если вдруг разлились, это может быть очень неприятно. Если они разлились хотя бы внутри зип-пакета, то у вас ничего не пострадает. Крепеж. То, что касается крепежа, здесь есть такой момент, например, с теми же самыми лыжами, либо не обязательно с лыжами. Есть множество историй, как при помощи куска фанеры и саморезов находчивые ребята делали себе кошки, потому что кошка улетела, найти ее уже не предоставляется возможного, спускаться как-то приходится. Но у них по какой-то причине находился какой-то твердый материал, например, там, из спины рюкзака кусок какой-нибудь или еще что-нибудь. И при помощи саморезов приматывалась эта вся странная конструкция к ноге, но, тем не менее, работала. И, то есть, саморез в данном случае может выступать одновременно как сверло, хотя это, конечно, будет достаточно долго, но можно присверлить там саморезом по металлу, например, вот такого типа, либо по дереву, если ковырять дерево. То есть, можно просверлить отверстие, и порой это... А, ну, по металлу вот это скорее даже. Ну вот, то порой вы можете не брать с собой, например, дрель и взять только саморезы с отверткой, чтобы даже переустановить крепление в лыжах. Хотя это будет очень трудоемко, но реально. Всевозможные варианты типа ски-стрэпов, такая вот вещь, такого формата. Это очень прочный материал, который держит... Он, во-первых, немного эластичный в определенных пределах, держит нагрузку порядка, там, около 100 кг вполне, вот. И очень быстро затягивается, используется. Не боится каких-либо острых углов, там, соединить, подвесить лыжи, или, там, снегоступы, присоединить к рюкзаку, либо что-нибудь еще сложить, вот, подвесить. Пожалуйста, очень удобный способ. Обычно я, например, их наматываю сразу на трекинговые палки, и идешь с ними, они у тебя всегда под рукой, если только ты не забыл, что ты их туда повесил. Вот. Что-то прикрепить в быстром аварийном режиме очень удобно, и работают они, ну, скажем так, подолгу, за счет эластичности материала и того, что они не боятся, по сути, острых граней. Вот. Такой формат. Всевозможные крепежи, там, вот этим вариантом хомута можно заменить сломавшийся замок на трекинговые палки, например. Тоже очень удобно. Варианты для крепежа, для ремонта дуг. То есть, можно взять одну отдельно запасную дугу, тоже бывает полезным, если у вас сломалась дуга. Но, конечно же, чаще всего у всех комплектов палаток идет шина на дугу, то есть, она одевается поверх дуги, приматывается с двух сторон, например, скотчем, либо изолентой, либо каким-то липким материалом, чтобы она зафиксировала. То есть, в этом месте у нас, условно, будет какая-то поломка, то есть, у нас уже здесь сломалась дуга, либо она там треснула. Мы одеваем сюда шину и закрепляем шину поверх этой дуги в этом положении. В целом, такое решение вполне хватает чаще всего до конца похода. Как бы с этим сталкивались очень многие. Если вы идете в достаточно сложный поход, рекомендуется брать даже более одной шины, потому что, ну, ветра бывают достаточно серьезные, палатки бывают достаточно разные. То есть, это все, что касается крепежа тех или иных изделий. Инструмент. Что вообще, ну, то есть, самое главное, что я считаю, должно быть у ремастера, это хороший мультитул. Вот, мультитулы, опять-таки, бывают разные по качеству. Я предпочитал изарманные, более рабочий формат. У меня в данном случае модель Charge. У них есть более силовая модель Surge. Она, конечно, побольше весит, зато там есть еще возможность менять биты бошерского стандарта, например, на пилу, либо ножовку по металлу и так далее. То есть, вы можете выбирать. То есть, в данном случае, что есть в мультитуле, что обычно может потребоваться. Разные типы ножей. То есть, в данном случае здесь у меня открыт. Нож сериэйтерный. Нож обычной заточкой, прямой. У Charge конкретно очень хорошая сталь металла, и он очень долго не тупится, этот нож. Но, в целом, как бы, если у вас есть возможность подточить ваш ножик, сделать это заранее, вот. То есть, нужно этим заниматься периодически, время от времени. Ножи используются повсеместно. Я также рекомендую отдельно нож иметь от мультитула, ну, потому что просто панально там есть какие-то задачи, которые мультитулным узким ножом решать неудобно. Пила. Чаще всего нужно подрезать там, например, там какой-нибудь, ну, для обустройства лагеря может помочь, ну, и может помочь там, если вы вырезаете какое-то изделие из дерева, чтобы закрепить какую-то часть детали. Сирейтерный нож обычно используется, точнее, ну, типа стрепореза используется для того, чтобы как раз перерезать веревки. Это бывает порой быстрее. Но, правда, они от этого лохматятся, поэтому их чаще, ну, точнее, дольше приходится там прожигать и аккуратненько их обрабатывать после того, как обрезали. Но, в целом, можно использовать. Напильник, понятное дело, используется для заточки каких-либо острых предметов. Это, как правило, кошки чаще всего доводятся при помощи напильника. Очень удобно, если он есть в мультитуле. Также это могут быть колышки для палатки, если они совсем не вгоняются в землю, ну, и какие-либо другие вещи. Внутри у данного мультитула есть открывашка для консервов. Бита на отвертку плоскую крестовую. Также можно брать набор бит, но набор бит нужен, наверное, в специфичном случае, если, например, вы идете на велосипеде, и у вас там есть разные типы пазов, тогда, да, вам нужен дополнительный набор бит. Я, честно говоря, на протяжении уже лет десяти пользуюсь этим этой битой, и вообще ее ни разу не менял. Она вполне себе неплохо зарекомендовала. И также здесь у этого конкретного мультитула присутствуют ножницы. Удобно вырезать, например, самоклеющиеся какие-либо заплатки. Также имеется крестовая часовая отвертка. Она же может быть плоской, если ее перевернуть. Можно использовать в некоторых ситуациях, как шило, чтобы что-либо проколоть. И силовая отвертка. Силовая отвертка обычная, плоская. Это то, что касается того, что спрятано внутри. При этом весит он, по-моему, в районе 300 грамм. Там 340, что ли. И это достаточно неплохой показатель для такого количества инструмента. И сами пассатижи. Ими удобно работать, если вы находитесь в перчатках. И, ну, то есть, действительно, если холодно на улице, то достаточно бывает сложно работать голыми руками. Проще работать пассатижами. Если вы, например, шьете, у вас достаточно жесткая ткань. Опять-таки, бывает проще, если есть наперсток или даже нет, помогать себе пассатижами, чтобы вытягивать углу. Если нужно что-нибудь, там, сломать проволоку, опять-таки, здесь есть кусачки для нее, или можно там пассатижами наломать. В общем, пассатижи – вещь крайне необходима в длительном походе. И крайне рекомендую иметь. Вот. Опять-таки, если эта группа больше трех-четырех человек, желательно даже иметь два мультитула. И тут, конечно, определяется подходом группы. Отдельная крестовая отвертка. Если, опять-таки, речь идет про лыжные походы, либо велопоходы, имеет смысл иметь отдельный инструмент, специфичный для вашего, скажем так, средства передвижения. В данном случае у нас есть напильник, точнее, пила по металлу. Она сделана в таком виде. Раскручивается, разбирается и увеличивается полотно практически в два раза. Сейчас оно просто спрятано для того, чтобы от него нельзя было повредиться. То есть, приблизительно это будет выглядеть следующим образом. Не самая длинная, но в целом, если вам нужно что-то отпилить, вполне будет достаточно. Подработать, может быть, какую-то часть металлических деталей, типа весла, кошек, планки какой-нибудь, еще что-то. Трекниковых палок обрубить, конец, который погнулся и мешает с ней дальше работать. То есть, это все может сделать как раз ножовка по металлу. Ну, про пассатижи я уже сказал, то есть, и про мультитулы. Это, наверное, сборник такой наиболее компактный, очень многих деталей. В зависимости от сложности по ходам, выбирайте модель, которая вам больше требуется. Альпинист предпочитает формат полегче, из разряда скелетул, по-моему, называется модель. Там, по сути, только пассатижи, ножницы и отвертка, но в определенных ситуациях могут потребоваться еще и напильник и многие другие вещи. Я бы рекомендовал, чтобы у реммастера, по крайней мере, был наиболее полнофункциональный набор в мультитуле. Ремонт молний в походных условиях. Есть вот такое замечательное изделие от бегунок AceCamp, Zipper Repair. У нас на данный момент на лекции его нет, и найти его порой бывает не так-то просто. Смысл его заключается в том, что вы отламываете предыдущий бегунок, который был, и можете вместо него установить временно вот этот. До конца похода он, скорее всего, дотянет, но в цивилизации придется нормально перешивать нормальный бегунок, потому что это вариант такой временный. Так или иначе, он может раскручиваться и тоже со временем, скажем так, разойтись. Но, тем не менее, все, кто его пробовали в тех или иных ситуациях, потом крайне рекомендуют. К сожалению, мне такой в руки не попадал, но благо, то есть, у меня не было такой ситуации, когда от молнии прямо что-то сильно зависело. Ну, там, на спальнике как-то раз она у меня перестала работать, ничего страшного. Я просто подшил в нескольких местах, это был не такой большой мороз. Зашить и влезать в изделие. Ну, это то, про что я говорил раньше. То есть, если молния сломалась, то проще, конечно, порой зашить. И поэтому, если идете в длительный поход, берите ниток с запасом, потому что, может быть, потребуется прошить, грубо говоря, метр три-четыре, если сломалась молния. А у той же палатки, там, может быть, один вход можно просто зашить, чтобы она не болталась по ветру. Это дверь. Поэтому здесь может потребоваться много ниток, берите с собой с запасом. Заплатки. Чаще всего, когда люди говорят про заплатки, это вот сразу вспоминается армированный скотч. Вот все, берем его и все им клеим. Вот он как легко приклеивается, так же он легко и отклеивается. Вещь, конечно, в аварийной ситуации, когда дует ветер, и у вас начинает расходиться какой-то шов, вполне себе рабочий вариант. Можно с одной стороны и с другой прикрепить. Но, как правило, это вот здесь и сейчас. Потом надо переделать каким-то более нормальным способом, потому что долго обычно ты с этим скотчем не проходишь. Более профессиональные варианты – это всевозможные заплатки различных брендов. Есть специализированный, например, ремонт для надувного коврика, терморест. У них есть вот такой формат, набор. В нем содержится сразу спиртовая салфетка, чтобы вы протерли место, на которое вы будете клеить, чтобы была лучше адегезия и чтобы схватывался клей. Потом там идет колевая точка на сам прокол. То есть вы ее налепляете так, чтобы она была достаточно герметичная. И сверху заклеиваете уже самоклейку, чтобы это место никуда не уходило и вы жестко закрепили его, чтобы ваш прокол он уже больше не травил. Достаточно неплохой формат именно для ковров, ну, там, для надувных ковров или для самодувающихся ковров. Другой вариант – самоклейка, допустим, универсальная от Тероид. У них там бывают два типа, тип А и тип Б. Они просто немножко для разных типов тканей. На них написано, для чего они конкретно. Но, по сути, это всевозможные изделия из ПВХ, из винила, из, ну, какие-то сложные, может быть, даже мембраны. То есть это все, множество синтетических тканей. И здесь у вас, по сути, идет два таких вот патча, помощью которых можно склеить. Если у вас идет разрез, у вас идет какой-то разрез, и соединение не видит точки, точнее, разрыв не видит точки, а какой-то более большой, то имеет смысл сначала стянуть края и после этого уже аккуратно заклеивать самоклейкой. Потому что иначе самоклейка не выдержит нагрузку ветровой, и разрыв обратно разойдется, если вы не будете соединять чем-то дополнительным. Вот. Также бывают специальные всевозможные самоклейки для тех или иных мембран, например, для тех или иных тканей, потому что, ну, там, если вы хотите, например, там, заклеить гортекс, то имеет смысл заклеить заплаткой, которая для этого предназначена, и будет у вас это место так же работать, как и вся остальная куртка. Вот. Есть, например, более специфичные вещи, типа жидкая латка для, там, среди водных туристов, это очень известная вещь, тоже работает вполне неплохо, можно клеить те же самые даже самодувающиеся ковры, там, надувные, но просто там есть свои другие особенности применения. Вообще, то, что касается клеев и заклеения повреждений, это, в первую очередь, правильный подбор клея, потому что, там, для соединения каких-нибудь, там, более-менее жестких конструкций, там, например, разваливаются кошки, нужно закрепить просто намертво. Вот есть, там, двухкомпонентные клеи, типа, там, поксипол, вот, вы их смешиваете и потом склеиваете, да, он, там, намертво склеит любую деталь, но палатку, понятное дело, такими клеями клеить нельзя, они просто растворят материал, и вы испортите палатку. Там есть, ну, другие варианты изделий, там, типа, вот, беру иногда с собой космофен, какие-то пластиковые детали склеивать тоже очень удобно, но, опять-таки, если вы попробуете склеить им ботинки, то, скорее всего, у вас будет повреждение ботинка, несовместимое с его дальнейшей жизнью. Вот, поэтому подбор клеев осуществляется, скажем так, более тщательно, не нужно без разбора заливать все клеем, когда вы не совсем понимаете, что для чего. Как правило, если это идет ремонт обуви, либо, например, ремонт палатки, это должны быть полиуретановые клеи разных разновидностей, они более эластичные, и они, соответственно, могут герметизировать то место, которое повреждено. Ремкомплект для жидкотопливных горелок. Ну, также, может быть, для мультитопливных горелок. То есть, обычно он либо идет в комплекте, либо докупается такой небольшой наборчик. В нем может быть всеразличные варианты по замене форсунок, замене мембранки насоса, замене уплотнителей, смазки различные, силиконовые. То есть, здесь множество деталей, которые могут пригодиться в походе, но в любом случае, если вы берете мультитопливную горелку, или если ваш реммастер обязан разбираться с мультитопливной горелкой, то придется ее несколько раз пересобрать в нормальных условиях до похода, разобраться, как она работает, найти все детали и поменять, которые поизносились, и докупить, конечно же, дополнительные детали, наиболее важные для вашей горелки, которым, опять-таки, часть изнашивается. К той или иной горелке, обычно также в интернете можно встретить мануалы, какие наиболее популярные повреждения могут с ней произойти. Ну, чаще всего, если это примусовый, например, горелка, то я сталкивался, по большому счету, в основном только с засором форсунки, это легко чистится сервисным ключом, который идет в комплекте, и с мембранкой насоса, там, кожаная прокладка, она изнашивается через какое-то время и начинает уже слабо накачивать сам насос, насыдавать давление в бутылке для подачи бензина на горелку. Но бывают также и умирают какие-то отдельные части деталей, какие-то можно реанимировать, но такие вещи, там, если вы потеряли форсунку, то реанимировать ее, понятное дело, не получится. Иногда приходится их перекручивать. Вот так выглядит чаще всего сервисный ключ, например, для фирмы Primus. Ну, для каждого изделия другого бренда, он может выглядеть каким-то аналогичным, похожим способом, но отличаться. Поэтому здесь надо разбираться конкретно с вашей горелкой, что у вас идет в комплекте и что вам потребуется. Какая-то специализированная, особенно, часть вашего ремкомплекта, то есть это могут быть, например, снежные кольца. Если вы идете по снегу, у вас сломалось снежное кольцо, то есть, ну, вы его либо потеряли, либо оно сломалось, либо отлетело, двигаться по снежному рельефу без снежных колец будет достаточно проблематично. Ну, не то чтобы это бывает критично, зависит от состояния снега, но иногда это действительно важно и порой имеет смысл с собой взять пару дополнительных колец заранее, чтобы они просто были. И если у кого-то потерялись из группы, либо сломались, мы заменили, и продолжает движение человек без каких-либо сложностей, у него палка не проваливается постоянно там наполовину в снег, он дальше может идти. Какие-либо проблемы с кошками, с трекинговыми палками, какие-то запчасти, вещей, которые отвечают за то, сколько вы можете пройти расстояние, имеет смысл с собой брать. Это, наверное, все, что касается тех вещей, которые могут с вами произойти в походе, и какие вещи стоит подумать, брать или не брать. Дальше уже вы определяете сами размер вашего ремкомплекта, его набор, состав, и если есть какие-то еще определенные особенности, типа водного, например, похода, будут дополнительные варианты клеев, заплаток и, может быть, даже отдельных изделий. Опять-таки, если это велопоход, то у вас будет множество всевозможных камер, ключей от ваших велосипедов, каких-то деталей, запчастей, для того, чтобы можно было починить, например, тормоза или подвесную систему. Так, на этом, наверное, я буду заканчивать лекцию, поскольку слайды подошли к концу, и ремнобор тоже. Сегодня мы рассмотрели те вещи, которые наиболее популярны в ремноборе, которые имеет смысл с собой брать. И при понимании того, как работает то или иное снаряжение, вы научитесь оптимизировать все, что у вас есть в ремноборе и пользоваться только самым необходимым. Но выходить в длительный поход без ремнобора, конечно же, лучше не стоит. Всегда даже банальный моток ниток может, ну уж если не спасти жизнь, то очень сильно облегчит ситуацию в вашей группе, и это вам, безусловно, поможет. Ходите в походы, ремонтируйте снаряжение и никогда не доводите ситуацию до выживания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok